Приветствую, друзья! Сегодня я хотел бы порассуждать вместе с вами из Слова Божьего о природе нашего счастья, о природе нашего благополучия, хорошего внутреннего комфорта, что лежит в основе. Ведь мы все с вами хотим немножечко быть счастливыми, мы все хотим покоя, мы все хотим радости. Как-то мы собирались с руководством одного загородного, скажем так, турбазы определенной, большой современной турбазы. И был состав топ-менеджеров, и решали вопрос, что хочет посетитель данного территории отдыха, что хочет. И я сидел и молчал, смотрел, какие были предложения. Кто-то говорил, они хотят покупаться в речке, кто-то говорил, они хотят, чтобы детки отдохнули в выходные дни. Но в конце все пришли к выводу, что люди хотят покоя. И они даже вывели вот такую как бы миссию, это территория покоя. Вот приедьте здесь, и здесь вы успокоитесь. Ну мы же понимаем, да, что, ну это временный такой покой, локальный, локализованный от своих работ, от своих каких-то трудностей. Может быть действительно, когда за детьми присмотрят опытный, обученный персонал. Но все мы хотим покоя глубинного, который будет не только в воскресенье, который будет и в понедельник утром, и в пятницу вечером, в любое время будут нас сопровождать. Друзья, и как ни странно, Бог тоже этого хочет. И мы находим в Писании, в Библии, что Бог постоянно призывает людей успокоиться в соединении с Богом, в доверии Богу, подчинив свою жизнь Богу. И Ио говорит, приблизься, сблизься же с Ним, с Богом, через это придет тебе покой. Друзья, итак, несколько мест Писания. Первое место, Евангелие, послание к римлянам, 12 глава, часть 2 стиха. «Воля Божия, благая, угодная и совершенная». Если прочитать полностью этот текст со 2 стиха, мы прочитаем, «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Есть два направления, два. Общий стрим, то есть вектор движения мира. На этом направлении нет покоя. Там есть цели, там есть амбиции, там есть, может быть, возвышенные идеи, но там нет покоя. Разочарование. И второй путь. Это Богом, нашим Творцом, нашим Создателем, Тот, Который нас придумал. Здесь надо просто вдуматься. Бог не просто пытается приватизировать нашу собственную волю. Бог нас придумал. Когда еще ничего не было, не было Вселенной, не было людей, не было животных, ничего не было, у Бога был замысел. И Бог нас придумал, вот такими, какими есть, с двумя руками, с двумя ногами, с глазами, с определенной мыслительной способностью, такими нас придумал Бог. И Бог дал нам свои инструкции, Бог дал нам свои планы. И Он говорит, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. В этом стихе мы видим, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно всмотреться сквозь вот эту серость, сквозь этот туман этого мира и образа мыслей, как в этом мире происходит. И тогда мы сможем четко рассмотреть вот эти контуры, к которым мы начнем приближаться, и впоследствии мы более четко и более ясно начнем понимать Божью волю. А, соответственно, через это придет в нашу жизнь покой и радость. А главное – соединение с Богом, содействие с Богом, совместное с Богом шествие по этой земле. Итак, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Друзья, тут этот стих также говорит, что есть наш ум, наш собственный ум и наша собственная воля. Воля человека, которая подвержена влиянию вещественных начал. Друзья, когда Бог нас создавал, Он создавал нас способными от влияния падшего Херувима, дьявола. Но там, в Эдемском саду, мы все знаем историю про Адама и Еву, когда дьявол обольстил и дьявол заставил, ну, может быть, даже не сказал, а предложил поверить ему, поверить ему, что человек может сам решать свое будущее. Человек может сам выбирать, что хорошо и что добро. Человек может сам себе решать. Друзья, смотрите, эта идея, она на протяжении 6 тысяч лет, она сохраняется у человека. Самому решать, что хорошо, что плохо. Я сам решаю, как нужно. Это то, что человек хочет держать под своей властью, под своим контролем. Я сам решаю, что есть правильно, что есть хорошо и что плохо. И, обольстившись вот этим предложением, самому решать, что хорошо, что плохо, человек утратил свободу и попал под влияние дьявола. И теперь человек приходит в этот мир уже инфицированный грехом, вот этот первородный грех, и человек начинает развиваться с теми мотивами, теми намерениями, которые, собственно, мы видим в этом мире греховные. И эти вещественные начала, друзья, они ведут человека в тупик. А главное, что когда заканчивается земная жизнь и должна произойти кульминация встречи с Богом, тогда происходит самая страшная катастрофа и вскрывается обман. Что же похитил у тебя дьявол, предложив тебе жить своими собственными путями, что он у тебя украл? Пока сейчас человек живет при этой земной жизни, и за пределами его видения вечная жизнь, вечное его пребывание, в каком месте? Вместе с Богом. Это рай, царство небесное, царство Бога, либо же в месте вечного проклятия в аду. Бог пришел в этот мир вторично. Хотя Писание говорит, что Бог многократно и многообразно издревле обращался к человеку. И вот Он посылает к нам Иисуса Христа, Своего Сына, Который пришел, прожил с нами здесь жизнь и принес нам волю Божью. Он открыл нам, Он говорит, что кто видел меня, тот видел Отца, тот видел волю Отца, тот видел правила жизни Царства Небесного. И мы читаем Нагорную проповедь, 5-6-7 глава Матфея, это прекрасная Нагорная проповедь, которая отображает принципы и правила этой божественной воли, как Бог хочет, чтобы мы жили. И мы видим два несовместимых, два непримиримых, вот две такие формации, человеческая воля и воля Божья. Писание говорит, не полагайся на разум свой. Отвергни себя и прими волю Божью. Научись пронизать свою жизнь практиками, которые помогут тебе познавать волю Божью. Что есть воля Божья? Друзья, это не разовое событие, когда ты открыл Библию, прочитал, что воля Божья верить в Иисуса Христа. Отлично. Да, но это каждодневная практика, когда мы познаем, что есть воля Божья в сегодняшнем дне для меня, что есть воля Божья в целом. Друзья, и Библия открывает нам, Библия не держит нас в неведении. Мы имеем призывы к освящению, к чистоте, моральной, физической, к честности, к порядочности. Это, ну, что касается моральных вещей, есть еще вещи нашего служения и много-много вещей, но я сегодня не буду детализировать ни в этом смысл моей беседы. Друзья, Писание говорит нам, что для того, чтобы познавать волю Божью, нужно пройти очень сложный процесс самоотречения, самоотвержения, полной капитуляции. И Иисус Христос, когда призывал к себе, он говорил, придите ко мне страждущие и обремененные, и я успокою вас. То есть, грубо говоря, придите ко мне духовные, моральные банкроты. Люди, которые полностью признали свою беспомощность, полностью убедились, что твоя собственная воля, твои собственные направления, цели, устремления, они тебе ведут никуда, они тебе не дают счастья, они тебе не дают радости. И то, что ты искал, то, что ты думал, что вот я достигну этого горизонта, я поднимусь на эту вершину, и откроется прекрасный вид. Этого не произошло. Как-то я ехал в Харьков по новой трассе, тогда это была еще совсем-совсем новая трасса, там еще не было заправок, ее только открыли. И в какой-то момент я посмотрел на датчик, который показывал количество километров, которые я могу проехать на топливе в баке, я увидел, что там ноль стоит. У меня полная машина людей, все едут, все хорошее настроение, все общаются, и только я смотрю на датчик и понимаю, как я забыл заправиться. Я просто забыл заправиться и поехал в Харьков с пустым баком. Там такая холмистая дорога, и впереди на горизонте виднеется холм. Я понимаю, что в этой впадине нет заправок, километра 15 надо ехать. Я молюсь, Господи, помоги мне доехать до этой вершинки. Вот я доеду на этот холм, и наверняка я увижу долгожданную заправку. И моя цель только бы добраться до этой точки возвышенности на ландшафте, и возможно я увижу заправку. Мы доезжаем до этой точки, и я понимаю, что там ни одной заправки тоже нет. И следующий холм километра через 15 или 20. Друзья, я пребывал в таком молитвенном барении. Мы ехали, наверное, на парах, или у меня был датчик сломанный, я не знаю, но мы проехали три или четыре таких возвышенностей, и наконец-то на какой-то высокой точке. Я видел вдали заправочку, и мы дотянули до этой заправки, заправились. Друзья таки не поняли, что произошло, почему я вдруг резко стал таким молчаливым. Друзья, так бывает в жизни человека. Когда нам кажется, вот это цель, если я достигну этой цели, в мою жизнь придет радость, наконец-то в моей жизни станет счастливой. Если меня полюбит та девушка или на меня обратит внимание тот парень, в мою жизнь придет счастье. это происходит, и мы вдруг понимаем, что счастье еще не пришло. Тогда мы думаем, если в моей карьере сложится что-то интересное, что-то произойдет, тогда в моей жизни будет счастье. И так, друзья, холм за холмом, вершина за вершиной, и мы понимаем, что это все очередные. Да, это нужно, да, это норма жизни, да, это определенный уровень, который никто его не отменял. Мы не говорим, что это не нужно, мы это не аннулируем, мы не говорим, что не нужно учиться в школе, что все это напрасно. Да, это все на своем месте, но это совсем эти материальные вещи, они призваны для того, чтобы решать определенные вопросы, но не для того, чтобы удовлетворить наш внутренний голод. Мы не говорим, что это не нужно, но это не та пища, которая нужна нашей душе. И поэтому Бог говорит нам, чтобы мы нашли Его. Я предлагаю рассмотреть одну историческую иллюстрацию, в которой очень четко будут просматриваться, как человеческий выбор ввел в тупик и самого человека, о котором будем читать, а также и всю страну. Давайте просмотрим. Опять же, друзья, я хотел бы, чтобы мы на эту историю смотрели в контексте вышесказанного. Есть Божья воля, благая, угодная, совершенная, есть человеческая воля, которая тоже обоснована какими-то взглядами, какими-то математическими алгоритмами, какими-то индексами, котировками, курсами валюты и многими другими вопросами. И казалось бы, что есть вполне весомые причины действовать именно так. Но Писание говорит, не полагайся на разум свой, ищи воли Божьей в твоей жизни. Я хотел бы немножечко обозреть историю, которую все мы прекрасно знаем. Эта история записана книгой «Исход», восьмая глава. Это часть периода, который называется всеми богословами Божьи суды в Египте, египетские казни. Я прочитаю отрывок, может быть, стихов 10 или 15. Это одна или две будут казни. Мы не будем читать всю эту историю. Где-то, может быть, мы обзор небольшой сделаем, но в целом прочитаем небольшой отрезок из восьмой главы «Исход». «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в пашни твои, и на тебя, и на всех рабов твоих взойдут жабы. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простил руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Немножко пропускаю. «И призвал фараон Моисея, и Аарона, и сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня, и от народа моего, и я отпущу народ израильский, принести жертву Господа». Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за работу их, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих, и остались только в реке. Он сказал завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке останутся». Моисей и Арон вышли от фараона, и Моисей возвал к Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал, как и говорил Господь. И дальше начинается следующий виток, когда говорит Господь Моисею о том, что надо идти и опять, и опять предлагать фараону отпустить народ израильский. Если не отпустить, то будет следующая проблема в его жизни и в жизни всего народа. Для того, чтобы нам лучше понять причину отказа египетского царя послушаться Бога, надо сделать небольшой исторический эксорус, обзор, почему так действовал фараон. Давайте вспомним, что несколько лет до этого в Египте жил Иосиф. И Господь через Иосифа открыл египетскому царю, предшественнику того фараона, которому мы сейчас считаем, что будет семь лет изобилия. И научил Бог через своего человека, через Иосифа, научил египтян, как им поступать с сверхизбытком этого зерна. Они сделали все правильно, как-то мы об этом уже говорили. Тем самым они сохранили свою экономику, они инвестировали свои деньги в то, чтобы сохранить это зерно, хотя было его очень много, и каждый год его было настолько много, что они не знали, куда его девать. И для того, чтобы только хранить его, собрать и хранить, это стоило огромных денег. На данный момент в экономике это был убыточный проект, собирать это зерно и хранить его. Проще было его просто закопать или отдать его скоту, чтобы они его съели, и на этом бы, казалось бы, сэкономили огромные средства. Но Бог открыл, они действовали все правильно, и в какой-то момент в Египте было настолько много хлеба, что закончились цифрики в калькуляторе. Вы знаете, когда вы умножаете, 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 на какой-то момент уже калькулятор отказывается вам показывать, потому что ячеечки, введенные для цифр, закончились. Так вот, в Египте уже закончились числа, они уже не могли даже посчитать, сколько стало этого хлеба. И вот пришли семь лет кризиса, о которых тоже говорил Господь через своего раба Иосифа. И тогда Египет открывает свои все кладовые, объявляет торги, и весь мир стекается, весь Ближний Восток и дальние страны стекаются в Египет для того, чтобы купить зерно. Потому что во всем тогдашнем мире была великая засуха, земля перестала плодоносить, то ли из-за причин отсутствия дождя, мы не знаем по каким причинам, но было очень и очень сложно. Были времена величайшей депрессии того времени. Египтяне собирают все золото, все деньги окружающих стран. Денег уже нет, день есть только в Египте. Потом они начинают собирать все движимое имущество, это ослики, верблюды, все, что можно было привезти, весь скот, все свели в Египет. Египет стал богатейшей страной. Потом они начали скуплять недвижимое имущество, они скупили все земли, все земли Египта и близокружающих. Странно, они скупили эти земли. А потом в конце они купили 20% прибыли последующих времен. В виде налога. Они сказали, мы вам дадим хлеб, но мы будем 20% всех ваших доходов в будущем, вечно из вас изымать. Сейчас сказали, мы согласны. Одним словом, Египет получил очень большое превосходство и преимущество над всеми странами. И вот этот период, когда Египет стал развиваться, когда они стали расстраиваться, они стали строить недвижимость, стали многие другие вещи делать, в этот момент израильский народ, он также разросся, он также стал большим. И израильский народ отступил от рекомендации данной Иосифом. Помните, когда пришли евреи в Египет, что им сказал Иосиф? Он сказал, скажите фараону, что мы скотоводы. И таким образом произойдет определенное разделение между египтянами, для которых скотоводы, мерзость была, и между вами. Ну, непонятно, в какой момент евреи перестали быть скотоводами и стали производственниками, они вошли в индустрию. И одним словом, они как бы вошли в этот вот, в общий котел, вот в этот общий экономический такой замес. И теперь они стали уже подчинены фараону, они должны были выдать определенное количество кирпича, там были какие-то тендеры, там были какие-то привязки. В общем, одним словом, они стали очень серьезно зависимы от фараона, стали рабами. И в этот момент, когда еврейский народ контролировал полностью производство кирпичей, ну, будем так сказать, условно контролировал, производил, в этот момент приходит Моисей и говорит, выпусти израильский народ, а это значит, вся стратегия развития государства египетского становилась под вопросительный знак, под угрозу. Как отпусти? Да они же кирпичи делают, да у нас же срываются поставки, да у нас же, друзья, было миллион причин, почему нельзя сейчас ни дня остановить производство, ни на день, ни на час. Понимаете? Нам кажется, фараон просто ожесточил сердце. Друзья, фараон столкнулся с обязательствами. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что нам легко осудить фараона, который ожесточил свое сердце и легко оправдать себя, когда мы говорим, ну, мы же не можем, мы же не можем быть послушными Богу, потому что у меня там, ну, так, ну, извините, так ситуация, я не могу прийти в воскресенье в церковь, потому что у меня работа, я не могу еще что-то сделать, потому что у меня то-то. Друзья, у фараона тоже было что-то, почему он не мог отпустить евреев. Я специально, я не просто забираю ваше время, вот детализирую вот эти моменты, я хочу показать, что у Египта и у фараона было миллион причин не остановить производство этих кирпичей. Да, мы читаем в этой истории много разных было переговоров у Моисея. И смотрите, царь Египетский, он постоянно пытается найти баланс между проблемой большей и меньшей. Когда уже жаб появилось столько многое, восмердела земля, он говорит, все, я согласен, сделай, как говорит Господь. Как только появляется облегчение, он опять появляется, он опять сталкивается с трудностями своей экономики, со своей страной, с князьями, какими-то проектами. И он понимает, это невозможно. И он опять говорит, нет. Опять сложность от казни, он опять говорит, да, все, Господи, я согласен, чуть-чуть облегчение, опять реалии жизни, он говорит, я так не могу. И так он, друзья, пытается найти свой путь. И в какой-то момент к нему приходят уже его друзья и говорят, ты что не видишь, что Египет гибнет? Ты что не понимаешь, что твои выборы привели нас в полную экономическую яму? Все, Египет гибнет, уже нет урожая, уже нет, ты хотел, чтобы не потерялись прибыли, мы потеряли уже в разы больше, уже стало все так плохо, как быть даже не могло, даже представить не мог. Ты думал, будет лучше, стало хуже настолько, что так быть даже не может. Друзья, вы узнаете в своей жизни вот эту борьбу, когда мы хотели, вот так будет лучше, Господи, ну почему ты меня ведешь другим путем? Ну так было бы легче, так было бы проще. И мы приходим в такие тупики, из которых иногда очень сложно выбраться. И тогда мы говорим, Господи, все, я все понял, пожалуйста, давай дальше действуй ты, я полностью капитулирую, я вверяю тебе всю свою жизнь, Господь начинает нас выводить, в какой-то момент мы опять как подростки тянемся к рулю и говорим, дай порулить. Господь говорит, ну хочешь порулить, рули, и мы опять заворачиваем чуть-чуть не туда. Друзья мои, не полагайся на разум свой. И в какой-то момент Египет пришел в полный тупик, когда они потеряли всех своих первенцев, а потом погиб и сам фараон, потому что ему было очень тяжело подчиниться Божьей воле. Друзья, сегодня мы с вами стоим перед выбором. Каждый день мы стоим перед выбором быть послушными Божьей воли, познавать ее, искать ее. И, как я уже говорил, Писание говорит, сблиься же с Ним, познай волю Божью. Через это в твою жизнь придет добро. Господь начнет действовать, Господь начнет созидать. И ты пожнешь благословение. Ты взрастишь на путях Божьих. На границах Божьего Слова придет в твою жизнь мир и радость. Возможно, эти границы иногда они тебя отведут. Я уже упоминал, когда евреи пришли в Египет, Иосиф говорит, скажите, что вы скотоводы. Это была мерзость для египтян. Это было непопулярно. Это было все скотоводы. Но это бы сохранило их. Они бы никогда не были рабами, которые делают кирпичи. Они бы никогда не испытали бечель на своих спинах, если бы они просто сказали, мы скотоводы. Надо сказать, я христианин. Я здесь все, здесь межа, я не еду этим путем. И чем раньше ты это скажешь, чем раньше ты это объявишь, тем легче тебе будет твоя жизнь. Займи конкретную позицию, пойми, что есть конкретные грани, за которые ты не можешь выходить, а ты граница Слова Божьего. На этих путях у тебя будет благословение и твое процветание, твое предназначение, твоя осмысленная, пригодная Богу жизнь. Друзья, на этом мы будем заканчивать. Я думаю, что всем нам есть о чем поразмышлять и все мы хотим быть, как я уже сказал, счастливыми. Все мы хотим исполнить свое предназначение на этой земле. И для этого Писание говорит, познавайте, что есть воля Божья.